Современный темп жизни и уровень медицины диктуют свои условия. Поэтому современные женщины зачастую распоряжаются не только своей судьбой, но и судьбой своего будущего ребенка. Аборта эта проблема была и будет актуальной в любое время. Стасистика аборта в мире пугает своей цифрой. Около 55 миллионов женщин ежегодно во всем мире решаются на этот шаг. А это 21% от общего количества всех беременностей. С вопросом «Вы за аборты или против?» сталкивается каждый человек. Возможно, не всегда лично по отношению к себе, но все же сталкивается. Из этого вопроса вытекает главная проблема – проблема отношения людей к статусу зародыша. Считается ли нерожденный младенец полноценным человеком, имеющим неотъемлемое право на жизнь? В Беларуси аборты являются узаконенными и делятся на несколько так называемых категорий. Есть аборты по медицинским показаниям. Это аборты со стороны женщины, когда женщина не может вынасти эту беременность. И врачи определяют показания, по которым можно прервать эту беременность или необходимо прервать беременность. Также аборты со стороны плода – это тоже медицинские показания. Женщинам прерываются беременности, если выявлены пороки. Также есть медицинские аборты по социальным показаниям. Делаются они в случае лишения матери родительских прав или в случае изнасилования женщины. Но самая большая доля абортов приходится на женщин, которые без медицинских показаний решили, что рожать ребенка не будут. Такие операции проводятся лишь на сроке до 12 недель беременности. Но есть одна оговорка – эти женщины должны пройти обязательное собеседование с рядом специалистов. С 2014 года у нас в стране введено обязательное предабортное психологическое консультирование. Это консультирование проводится в нескольких этапах. Консультирование проводят как апоширогинекологи, так и психотерапевты. В каждом учреждении сейчас работают кабинеты социальной поддержки, где есть или социальный работник, обязательно должен быть или психолог, или психотерапевт. В нашем учреждении, в нашем перинатальном центре работает психотерапевт. Консультирование – это обязательное. Мы проводим консультирование всем женщинам, которые обращаются для решения вопроса о прерывании беременности. Далее пациентке даются так называемые три дня тишины. За это время она должна взвесить все «за» и «против», тем самым сделать правильный выбор. В Бресском областном родильном доме за текущий год проконсультировано 100% женщин, которые решили сделать аборт по собственному желанию. Как результат, в области сохранено около 300 беременностей. Широгинекологи не видят что. Они рассказывают об осложнениях, которые могут случиться после аборта, о том, что у них может наступить бесплодие, там всяческие нарушения менструального цикла после прерванной беременности. А психотерапевты, они помогают женщинам услышать себя. Но услышать себя получается далеко не у каждой беременной. Статистика это подтверждает. За 9 месяцев текущего года в области прервано 1200 беременностей, при том только 100 по медицинским показаниям. В группу риска попадают уже рожавшие женщины 30-34 лет. Но есть и несовершеннолетние. В этом году аборты были сделаны пяти таким пациенткам. Акушеры-гинекологи утверждают, эта цифра имеет тенденцию снижения. Но это не успокаивает. Медики регулярно видят женщин, которые умом окончательно решили не давать жизнь своему будущему ребенку. Но их сердце этому препятствует. Это, конечно, стресс для женщины в первую очередь. Потому что приходят они как правильно. Осознанно многие, как бы, идя на этот шаг. Но все-таки процентов, наверное, 50-60, они колеблются. То есть, сохранить или нет. И очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда уже прервали беременность. И они приходят просто все равно в смятении, для чего я это сделала. В таких ситуациях мы, конечно, всем женщинам рекомендуем после проведения уже процедуры прервания беременности обратиться снова к психотерапевту. Отношение будущих мам к проблеме абортов предугадать легко. Практически каждая уверена, без медицинских показаний лишать жизни пускай еще крошечного, но уже человека – настоящее преступление. Это очень рискованный шаг. То, что женщина должна задуматься о последствиях, что будет в будущем. Ну, конечно, если это не медицинские показания, я считаю, что это не есть хорошо. Говорят, у каждой медали есть две стороны. Но в вопросе абортов по собственному желанию обратной быть не должно. По крайней мере, хотелось бы, чтобы так думали все женщины.